Черноморка, 133 причал. Отсюда открывается отличный вид на море, но если подойти вплотную к краю склона, вид стремительно теряет свою живописность. Здесь оказалась активная оползневая зона. Последний обвал произошел вчера. Владельцы куреней спешно спасают ситуацию и за свой собственный счет проводят пускай не масштабные, но капитальные берегоукрепительные работы. Сначала оползень местные пытались остановить вот такими незамысловатыми конструкциями из камней и шин, но стихия оказалась сильнее. Удержать сотни килограммов, а порой и несколько тонн глины они не могут. Решили строить из железа и бетона. Люди говорят, что за помощью не обращались, мол, ждать долго, да и без толку. Скинулись, кто сколько дал и наняли бригаду рабочих. Когда шторм намывает песок, тогда она держится. Если только шторм такой еще вымывает с отливом, где земля убирается. Здесь была дорога в Черноморку. Вот со временем уже ее не стало. И так же самое здесь. Просто надо ее время от времени отсыпать. Самодельные укрепления максимум на год-другой, говорит мужчина. Местные не хотят повторения оползной семилетней давности. Тогда обрушившийся склон на второй линии сдвинул куреня на полтора метра. А сейчас все куда сложнее. Частные владения могут уйти в море. Из склонов мы заметили торчащие трубы, из которых вытекает вода. Обвалы хорошо заметны как раз вокруг них. Местные говорят, что без них не обойтись. Это отвод грунтовых вод из подземных озер, на которых стоит поселок. Подземные воды, говорит, сюда выходят, через огороды, там озеро, туда стекают. Это не канализация? Не, 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 не. Ни в коем случае нет. Сейчас спасают самое важное. В зоне активных оползней оказались дорога через весь поселок и вот этот пятачок – место для разворота пожарной и прочей спецтехники. Конечно, говорят, местные капитально укрепить нужно все побережье. Но собрать такую сумму невозможно. Будем двигаться постепенно. Когда на помощь придет город, никто не знает, ведь землю причал арендует. А мэрия в таких случаях всегда кивает на временного пользователя.